На этой базе все продумано для тренировок людей с ограниченными возможностями, причем для разных видов спорта. Например, в волейбольном зале для таких спортсменов сетка натянута на уровне пола. Специальное мягкое покрытие позволяет избежать травм. Вы видите, что великолепный спортивный зал. И вообще вот эта база АК, которая построена специально для инвалидов, я считаю, что это уникальное, прекрасное сооружение. Я думаю, что и в Европе, и в мире таких, пожалуй, очень мало, а может быть и нет. В состав нашей сборной вошло 11 волейболистов из Свердловской области. Основной костяк – заслуженные мастера спорта, призеры Пекинской Олимпиады. Команда пополнилась тремя молодыми воспитанниками Саратовской школы. Капитан сборной Алексей Волков. Все ветераны – заслуженные мастера спорта. Подготовка в этом, вообще весь этот цикл предолимпийский, я считаю, что прошел неплохо. Я могу сравнить, потому что была такая же подготовка и перед Пекином. Но сейчас для команды были созданы почти все условия. И думаю, что настрой в команде очень хороший, боевой. Труд паралимпийцев очень непрост и требует немалой силы воли и выносливости. И поэтому за их здоровьем постоянно наблюдают врачи команды. Хотелось бы отметить, что в ходе учебно-тренировочного сбора на учебно-тренировочной базе АК спортсмены в полном объеме подготовлены к выступлению на паралимпийских играх, психоэмоционально и физически стабильны, готовы бить новые рекорды. Не только наши волейболисты проводят свой последний сбор в Алексине, но и теннисисты. Они на паралимпиаде примут участие в розыгрыше 10 комплектов медалей. В каждом из видов можно рассчитывать на медали. Сейчас намного лучше. Сейчас намного все, допустим, если сравнивать прошлые паралимпийские игры в Пекине и сейчас, то есть прямо очень видно, очень сильно видно, то есть работу паралимпийского комитета, министерства спорта. То есть идет, скажем так, работа идет на улучшение. То есть все идет к лучшему. То есть популяризация спорта, то есть больше спортсменов, больше спортсменов и инвалидов появляются. То есть приехали в этом году на чемпионат России намного больше, чем в прошлые годы. Ну и, конечно, вот эта база, которая сейчас, где мы тренируемся, она, конечно, немалую роль играет в этом. Торжественная церемония проводов сборной команды России на 14-е паралимпийские летние игры состоится 20 августа в Кремле. Первый матч в Лондоне пройдет 30 августа. Захар Испалимов, Алексей Чеснов, Борис Глоба, ТВ-центр Тула.